Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Оксаной Градишениной про хосты. И в этом выпуске Оксана расскажет нам про зеленые хосты, про зеленые сорта, какие они бывают, какие у них особенности агротехники. Все про зеленое. Хосты с зелеными листьями. Многие считают их неинтересными, но зеленое и зеленое. На самом деле это совершенно не так. Именно зеленые составляют основу ландшафтного цветника. Зеленый цвет при всем при этом успокаивает нас. Это тоже нужно учитывать. И зеленые являются не только фоном для других ярких варегатных сортов, но и могут быть самостоятельным украшением и изюминкой цветника, который мы составляем. Есть очень интересные сорта. В зеленых очень важна форма, фактура. Они бывают всех размеров, от миниатюрных до гигантских. Фактура листа. Лист может быть гладким, с нерезковыраженным желкованием. Желкование может быть более выраженное, и лист будет более длинным. Хоста может быть похожа на травку. Вот совершенно такая, вроде как на хосту и не похожая. То есть вот лист то ли хоста, то ли нет. Там на другом стенде мы увидим совсем-совсем хоста травка. Лист полсантиметра шириной. Вафельный лист. Да, вот удивительная такая вафелька. Да, вот мы видим такой вот совсем, как кто-то мне сказал из садоводов, жабка-жабка. Это одна из самых вафельных хоста в мире. Лист присборен, как французская штора. Это действительно так, потому что жилка листа короткая, а ткань листа продолжает расти и присборивается на этой жилке. Получается вот что-то типа французской шторы. Иностранцы называют вот таким интересным словом пакрот. То есть вот у них это так звучит. Лист может быть и узкий, и длинный, и абсолютно круглый, как вот у этих сортов. Может быть волна по краю. В общем, она может быть регулярная, и нерегулярная, какая угодно. Вафельный цвет листа может варьировать. Да, мы можем иметь вот такие почти салатового цвета, светлые хоста, естественно, это разное количество хлорофилла. Чем больше хлорофилла, тем хоста темнее. А бывают вот почти черные. То есть вот черных хост в природе не бывает. Мы про это уже говорили. Хост и черный нефрит в природе не существует. Совершенно вот еще раз акцентирую на этом внимание всех. У нас одна из компаний уже, наверное, лет пять продает хосту черный нефрит. Ее покупатели, не буду говорить какая. То есть да, это плод селекции менеджеров. Значит, не существует в природе черных хост. Это фотошоп. Также не существует красных, лиловых, синих. Ну, то есть вот ярко-синих вот, да, таких ядовитых синих, какие бывает нам рисуют. Вот максимально, наверное, самая темная синяя вот сорт приехал к нам в этом году. Если мы сравним, да, вот два листа, ну, четко видна, наверное, разница, да, по цвету. То есть все-таки здесь такой вот насыщенный, интенсивный темно-темно-зеленый цвет. Для того, чтобы он был таким, то есть больше хлорофилла всегда в тени, да, то есть хоста стремится его накопить для того, чтобы, в общем-то, лучше проходили процессы фотосинтеза. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все хосты с темным листом, они помещаются в тень. Вот выбор места солнца-тень, да. Если вы хотите, чтобы был светлый лист, вот иногда бывают садоводы, которые говорят, а как мне вот эту вот темную хосту сделать светлой? То есть, да, вот тут бывает и так, задают такие вопросы. Купите светлую. Нет, 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 хотят вот из такой сделать светлую. Но посадите на достаточное освещение, лист будет светлый. Значит, глухая тень, лист будет темный. То есть, ну, такой вот нюансик, ну, вот он тоже имеет значение на самом деле. И мы сейчас с вами перейдем к хостам с гладким листом, чтобы показать, что вот фактура листа бывает не только вафельная или вот ровная гладкая, она бывает блестящая, как зеркало. Мы эти хосты покажем, и на этом про зеленые закончим. Оксана, ну, зеленые, наверное, хосты самые простые в игротехнике. Да, самые неприхотливые. Самые неприхотливые. Нет, все дело в том, что зеленый лист – это хлорофилл, да, который нужен растениям для жизни, для нормальной полноценной жизни. То есть, происходят процессы фотосинтеза, ботаника 6 класс, вспоминаем, да, то есть, это страшное слово фотосинтез, которого все боятся. То есть, вот они улавливают солнечные лучи, происходят в листе биохимические реакции, да, в итоге накапливаются питательные вещества, которые, в общем-то, хоста себе запасает на зиму, если так вот совсем просто объяснять на пальцах. И, конечно же, достаточно, когда лист окрашен в ровный зеленый цвет, и когда листовая пластина большая, ровная, да, то есть, вот это вот идеальное, некапризное растение, которое будет расти. Любые изменения формы листа, окраски листа, да, они ведут к тому, что, естественно, такое растение становится более капризным. То есть, мы учитываем не только климатические условия, откуда растение произошло, но и форму, и окраску листа – это тоже очень важно. Мы с вами перешли, то есть, вот мы видели до этого с вами вафельные листья, листья матовые, да, то есть, но лист хосты может быть еще очень блестящим, практически лаковым, как вот мы видим у этого сорта. Здесь вот на этом столике все хосты стоят с такой лаковой поверхностью, вот очень такой вот, прямо он блестит, я думаю, что вот на солнце видно, да, отблескивает, как зеркало. Это воск. Листья всех растений покрыты воском. Если мы посмотрим вот на листик, на нем капельки воды вот собираются, да, и потом скатываются. Растения вырабатывают воск для защиты, листья большие у хост, чтобы не ломало дождем. Так же, как у монстеры, дырки на листе тоже, чтобы вот… Если воск лежит ровно, если воск лежит ровно, как вот водная гладь, то солнечные лучи отражаются под определенным углом, и наш глаз улавливает это, как вот блеск, как зеркало, как водную гладь, да. То есть, мы видим вот такую гладкую блестящую поверхность листа. А если он лежит неровно, тогда мы видим голубизну, о которой мы с вами поговорим в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»